Ну что, мы уже пишем, да? Вроде как. Хей, привет, ребят! Привет! Меня зовут Кристина, и это видео-обзор на графический планшет для рисования от фирмы XP-Pen. Давайте я вам его покажу. Красавчик такой. Красивая какая. Ничего такой. Ты ведь уже рисовала на планшетах этой фирмы, да? Да, да. Я уже ранее работала на этой фирме. У меня был планшет 22-дюймовый и 13-дюймовый. И причем 22-дюймовый, и XP-Pen это мой самый первый графический планшет с экраном. И есть видео-обзор на него, где у меня чисто неподдельные эмоции, где я просто счастлива, когда его распаковывала. Очень милый был обзор. Так вот, фирма прислала мне еще один свой планшет, только на этот раз 16-дюймовый, чтобы я его протестировала и, собственно, вам о нем рассказала, как он в работе и вообще в целом. Какой? Ты ведь уже целый месяц на нем рисуешь. Да, да. Он весьма интересный, потому что я рисую на нем уже месяц. Давайте начнем с комплектации, с его внешнего вида. Поехали, начинаем видео-обзор. Планшет мне доставил курьер прямо к двери дома, так что посылка была в хорошем состоянии, без каких-либо повреждений. В комплекте к планшету идет подставка. Это приятный бонус, так как не все фирмы кладут такие функциональные аксессуары. Подставка оказалась весьма жесткой и только приложив усилия, я смогла ее раскрыть. Это, конечно, плюс, что ее включили в комплект, но она также является единственным минусом, потому что подставка имеет только одну определенную высоту и, к сожалению, наклон регулировать, увы, нельзя. У планшета есть 8 горячих клавиш, которые можно настроить под себя для быстрой работы. И одно красное кольцо управления. Также красная окантовка есть на пере. Все так чисто по моде повыше идет, сочетается с друг другом. На планшете сбоку есть незаметные две кнопки, которые регулируют яркость экрана. И круглая кнопка... включения планшета. К компьютеру подключается, в принципе, все то же самое. Два USB и один HDMI. Эти провода затем сливаются в один единственный USB-C, который утапливается в корпус планшета и не разбалтывается, как на многих других моделях. По дизайну весьма интересен маленький тубус. Если покрутить его с одной стороны, то можно обнаружить 8 запасных наконечников для пера. А если покрутить с другой, то найдете и само перо. Перо автономное и не требует зарядки или батареек. Сбоку пера есть настраиваемая клавиша, на которую вы через драйвера можете настроить все, чего вам угодно. Еще в комплекте есть несколько разных адаптеров на все случаи жизни. И белый проводок для включения планшета к яблочным устройствам. Естественно, есть перчатка на руку, чтобы не заляпывать пальцами лишний раз экран и быть стильным художником. Книжки с подробной инструкцией также есть. Есть раздел на русском языке. Все подробно там расписано по поводу установки, подключения и прочих нюансов. Кстати, мне очень нравится феник, логотип планшетов XP-Pen, и я как раз буду его сейчас рисовать. Ну что, рисуем мультяшного феника? И пока идет спидпейнт, давай чуть-чуть расскажем про нюансы и характеристики планшета. Ну, мы называем его графическим планшетом, а на самом деле правильное название – это графический монитор для рисования. Я, кстати, помимо рисования, часто просто сериалы на нем смотрю, и мне весьма норм. Короче, давайте по делу. Поверхность монитора, слава богам, теперь не матовая, а глянцевая. Лично я не люблю матовые шероховатые поверхности, это я уже со временем поняла, это вкусовщина, и этот нюанс только на вкус и цвет. Планшет покрыт сменной антибликовой пленкой с высокой степенью прозрачности. Я заметила, что как долго я бы на нем не рисовала в течение дня, на нем не остается царапин от наконечника пера, что является большим таким плюсом, так как на некоторых планшетах царапины на экране – это частое явление. Угол обзора у него весьма неплохой, с разных сторон картинка смотрится ярко и сочно. Толщина планшета на минуточку составляет всего 11 мм, из-за этого он на фоне старых моделей XP-Pen смотрится более модным что ли. Так, что я могу еще сказать? У пера 8192 уровня нажатия, линия при рисовании плавная, нет торможения и никаких задержек тоже нет. Также поддерживает функцию наклона на 60 градусов. Хочу ответить на три самых распространенных вопроса в комментариях. Подходит ли данный планшет для левшей? Я правша, поэтому этой темой никогда не интересовалась. Но на официальном сайте написано, что планшет адаптирован как для правшей, так и для левшей. Если захотите в этом как-то удостовериться, то я оставлю ссылку на официальный сайт в описании к видео. Там есть русский текст, так что кому интересно, можете поизучать. Второй вопрос. Какова цена? В данный момент цена планшета примерно 400 долларов. Для детей, которые только-только учатся рисовать и для, допустим, студентов, которые вечно заняты, это дорого. Но для профессиональных художников с постоянным доходом цена более чем хорошая, особенно если знать рынок разных планшетов. И третий вопрос. Работает ли планшет сам по себе без подключения? Ответ. Нет. Планшет работает только с подключением к компьютеру или к ноутбуку. Это же, блин, не айпад какой-нибудь, так что нет. В принципе, мне больше добавить нечего. Ну, насчет драйверов. У меня Windows 10 и магическим образом он сразу мой планшет подхватил и все сразу само заработало, что мне не пришлось даже ничего устанавливать. Вот. По 10-балльной шкале я поставлю планшету 9 баллов. 1 балл я сняла за не очень удобную подставку. А так, в работе никаких минусов я не обнаружила. Надеюсь, что данный обзор был полезен для вас. Теперь вы знаете, на чем я в данный момент рисую, ну и планирую дальше рисовать в ближайший год. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Также можете посмотреть предыдущие обзоры на другие планшеты. Вдруг что-то интересное для себя приглядите. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok